Это программа «Вечер вместе». Я Никита Кочергов. Здравствуйте. 25 мая в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня открытия музея-усадьбы Веневитиного, состоятся масштабные мероприятия, праздник, который объединит классические и современные виды искусства «Веневия арт». О программе «Усадебного праздника» и других нюансах говорим с заместителем директора Воронежского областного литературного музея имени Никитина Сергеем Волковым и старшим научным сотрудником музея Яной Цыганковой. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, само название, я так понимаю, неспроста. Поэтому что за история? Что за «Веневия»? Ну, это уникальная история, которой могут похвастаться не все усадьбы. Началась она в 19 веке. И, собственно говоря, саму эту историю открыли наши научные сотрудники в Российской государственной библиотеке в фонде Михаила Алексеевича Веневитинова. Изучая материалы этого выдающегося человека, однажды они наткнулись на карту. А после нашли и описание этой карты и этой страны. Во второй половине 19 века Михаил и Владимир Веневитиновы, когда были детьми, придумали страну «Веневию». Эту страну населяли жители, которые занимались различными науками, различными видами искусств. И они решили собрать вокруг себя ребят в селе «Ново-Желотинное» и играть в эту игру. И играя, они еще писали летопись этой страны. То есть они описывали те события, которые с ними происходили, тех людей, которые были в тех или иных ипостасях. И вот эта летопись, гимн этой страны, карта этой страны, дошла до наших времен. Естественно, идея эта очень интересная, она сразу же нам понравилась. И мы начали с ней работать. То есть мы не только сделали квест для детей, в которой так и называется «Страна Веневия», но и решили вот с этого года проводить фестивали в музее-усадьбе, фестивали искусств. И назвать, ну, это не фестиваль, это большой праздник. Большой праздник, который объединил бы в себе искусство, жившее в XIX веке в усадьбе. Вот такой серьезный подход. А вы прям изучали всю эту историю и по мотивам, или просто как отправная точка, как фантазия двух мальчиков, которая вот пригодилась и сейчас, в нашем веке? Естественно, мы изучали все те материалы, которые остались после этих двух удивительных мальчиков. Вот. Но, конечно же, добавили и свою фантазию, и свою интерпретацию. Вот. Ну, а по какой причине, наверное, Яна Геннадьевна расскажет подробнее. Действительно, русская усадьба всегда являлась центром объединения самых разных искусств. И многие современные отрасли искусства получали свое развитие в усадебных домах. В усадьбах открывались первые театры, там игрались первые спектакли. В усадьбах устраивались музыкальные концерты, конечно же, балы, театральные и танцевальные вечера. В усадьбах рисовали, играли музыку. И все эти виды искусства мы постарались собрать и объединить в нашем большом усадебном празднике. А какова цель этого мероприятия, этого праздника, если в общем? Ну, цель как, собственно, культурной организации, музея, это, во-первых, безусловно, расширить границы экспозиции музея. То есть то, о чем мы говорим в рамках экспозиции, оно требует дополнительно и большего эмоционального выражения. И, конечно же, вот на этом празднике мы можем как бы оживить прошедшее время. Мы можем показать какие-то истории, которые раньше были. Либо в этом доме экспозиция музея и усадьбы вообще рассказывает о 300-летнем роде дворян Веневитиновых, о его представителях, которые в те или иные времена были яркими людьми, которые принимали участие в каких-то масштабных событиях, либо в Воронежском крае, либо в России. Поэтому мы вот этим праздником, во-первых, расширяем рамки экспозиции, дополняем то, что у нас там есть. И, безусловно, знакомим с коллективами, которые, кстати, к сожалению, не все воронежцы могут увидеть. Например, на нашем усадебном празднике будет представлен спектакль Борисоглебского драматического театра. Это очень достойный театр, это великолепные актеры. И вот этот театр приезжает к нам и может для воронежцев здесь показать свой спектакль. И то же самое касается и других исполнителей. Но прежде чем мы перейдем к программе, давайте напомним нашим зрителям, что за уникальное место такое усадьба. Почему туда стоит ехать? Вот если мы с вами говорим постоянно о самой усадьбе дом, но ведь помимо дома там великолепная еще территория. Музей-усадьба – это действительно великолепное место. Это не только усадебный дом, это еще и прекрасный дворянский парк с красивым прудом, с прекрасной смотровой площадкой, откуда открывается просто великолепный вид на дон. Это место объединения не только истории, но и богатых, драгоценных семейных традиций. И праздник Веневия-Арт – это история максимально объединяющая. Мы постарались собрать не только детскую, взрослую аудиторию, мы постарались сделать эту историю по-настоящему семейной, как, в общем-то, делалось в дворянских усадьбах. Ну, главные события, они все-таки будут происходить внутри усадьбы или на свежем воздухе? Основные события будут происходить в парке. Там будет поставлена сцена, и вот именно на этой сцене будут происходить стержневые такие элементы, на которых будет держаться вообще весь праздник. Основными элементами мы решили сделать искусство сценическое, поэтому на сцене будут каждые два часа показываться спектакли. Первая часть праздника – это спектакли и вообще все программы, которые ориентированы на детскую и семейную аудиторию. И после торжественного открытия в 12 часов, в 12.30, будет показан музыкальный спектакль в филармонии по мотивам рассказов Маршака на улице Бассейной. Ну, собственно, о детской программе, может быть, Яна Геннадьевна подробнее расскажет? Да, детская семейная программа у нас более чем обширная. Помимо концерта-игротеки, планируется еще и обширная игровая программа для детей и их родителей. Это крафтовые игры Центра народного творчества, это программа там на неведомых дорожках, где ребята попытаются спасти жар-птицу и будут посвящены в премудрые девицы и храбрые богатыри. Кроме того, это программа и в усадебном доме. Ребята ожидают представление теневого театра, тоже основанное на истории, написанной уже Дмитрием Веневитиновым для своей младшей сестры Сонюшки. Такое уточнение, я услышал слово «крафтовое», да, и что это значит? Мы сталкивались с этой приставкой несколько в других моментах, наверное, до этого. А крафтовые игры? Крафтовые – это самодельные, это собственноручно сделанные, как и в случае с любой другой отраслью. Другой продукт, Соня. Все понятно. А если с детской программой более-менее все понятно, то взрослая аудитория, на что ей обратить внимание? Ну, конечно, вот первая часть, о которой говорила Яда Геннадьевна, она может быть интересна и взрослым в том числе, потому что там будет программа, представленная и в Ау-театра. Это такие очень яркие куклы, с которыми просто интересно будет сфотографироваться на смотровой площадке берега реки Дона. А вот с 16 часов начинается уже программа для взрослой аудитории. Как я уже упоминал, начнется она с показа спектакля «Женитьба» Борисогребского драматического театра. А после этого зрители в парке увидят танцевально-музыкальное наполнение усадьбы, которое было в различные времена. То есть мы решили вот в таком игровом виде немножко посмотреть на жизнь молодых людей 19-го столетия. Свою программу покажет фольклорный ансамбль «Терем», и там будут разыграны сцены деревенской жизни, как молодые люди в деревне, водили хороводы, где парни и девушки знакомились, и танцевали различные танцы, пели. Это вот будет такая интерактивная народная история от знакомства молодых людей. После будет уже традиция дворянского общества. То есть это танцевальные вечера. И студия «Алекс и Фокс» на смотровой площадке «Дон» проведет такой мастер-класс по танцам конца 19-го, начала 20-го века, где также в костюмах того периода они покажут несколько танцев и получат танцевать, собственно, их. И закончится эта программа уже более современным элементом. Будет представлена аргентинская танго, там же на смотровой площадке. То есть сначала будут исполнены несколько танцев. И опять же, пришедшие на наш праздник могут присоединиться к танцорам, им расскажут о основных каких-то движениях этого танца, и они могут попробовать себя именно в этом танце. Вот. После будет показан спектакль «Пушкин-Лермонтов». Это очень интересные воронежские актеры создали свой проект, который посвящается, собственно, двум столпам нашей литературы. «Пушкин-Лермонтов». Там будет общение с издателем, там будет показана творческая, собственно, жизнь. людей, как они воплощали свои произведения в жизнь на сцене, на издателе, в издательской сфере. Вот. И завершит праздник очень яркая программа. Это, опять же, филармонический ансамбль «Биг Бенд». Программа будет называться «В стиле джаз». И будут исполнены джазовые композиции, как традиционные джазовые, так и различные импровизации на песни в 80-х годах, 70-х годах. Там будет звучать и «Черный кот», и много других полюбившихся песен в джазовой обработке. Сергей Михайлович, вы сакцентировали на том, что много будет театра, да? Это как способ передачи, ну, собственно, тех эмоций, того времени? Или же это, ну, допустим, любимый жанр Винитинова был? Или, возможно, я просто сейчас цепляюсь, и будет что-то еще особенное? Ну, театр, конечно, это был элемент дворянской жизни 19-го века, который притягивал, безусловно, все общество дворянское. И с теплотой, пониманием и желанием смотреть спектакли, конечно же, относились все представители рода, и Дмитрий Виневитинов, и позднейшие поколения. Сами они себя не пробовали на сцене, они пробовали себя как литераторы, как музыканты, как научные деятели. Но, собственно говоря, театр – это же отражение на сцене вот мира, событий, которые происходили. То есть в доступной форме за небольшой период времени зритель узнает о очень большом пласте, не только историческом, но и о переживании, которое… Присущим было тому времени. И поэтому зрителю в этой живописной атмосфере дворянского парка XIX века мы хотели бы дать возможность погрузиться в то время, почувствовать себя людьми того времени и пережить события на сцене не только с позиции сегодняшнего, но и ощутить, как же это воспринималось тогда, в XIX веке. Ну и плюс ко всему, я думаю, что дворяне, как тогда, так и сейчас, да и сейчас дворяне тоже, и простые люди любят что-то подвижное, по всей видимости. А тем более мы говорим о том, что не все мероприятия будут внутри, но и на открытом воздухе. Что еще предусмотрено? В парке всем нашим посетителям будет дана возможность попробовать свои силы в самых настоящих дворянских играх в крокете и с РСО. Всей семьей можно будет попробовать ударить молотком по такому мячу, можно будет попробовать поймать кольцо на кончик шпаги. И к тому же наши помощники, наши волонтеры расскажут историю игры с РСО. Она тоже очень романтичная, тоже очень интересная. Ну, а те, кто проголодаются у нас на празднике, получат возможность попробовать фермерские продукты на ярмарке вкуса. Мастеров будет много, продукты будут вкусные. Ну, и я так понимаю, что это тоже отсыл идет к такой деревенской жизни, которая окружала как раз и Веневитинова, и вообще всю эту дворянскую семью. Усадьба – это же одно из структурных подразделений литературного музея, да, то есть, потому что вначале я сказал, специально оставил это напоследок, может быть, мы могли кого-то из наших зрителей запутать, но все так оно и есть. Соответственно, литературный музей – это как, ну, наверное, сообщество таких исторических пространств интересных. Вот насколько музей-усадьба популярен среди других имеющихся в вашем активе музеев, допустим, музей-квартира Мордасова или музей Бунина и так далее. Ну, конечно же, музей-усадьба Веневитинова – это такое жемчужина литературного музея по вполне объясненным причинам. Ну, во-первых, это единственная музифицированная дворянская усадьба в Воронежской области. Это прекрасный, большой, двухэтажный дом, в котором поселилась вот жизнь не только XIX века, а экспозиция начинается еще с допетровских времен, со времен основания крепости Воронеж и приходящей в усадьбу, он, переходя из зала в зал, путешествует по 300 годам становления Воронежской области, жизни России вообще в целом. Поэтому это вот большое музейное пространство и, конечно же, это прекрасный парк. Парк очень уютный, он расцветает по-своему во все времена года. То есть, когда начинается весна, начинается пора цветения, потом цветы волнами в течение всего лета сменяют друг друга. Осенью он хорош по-своему. Зима, особенно снежная зима, конечно, украшает парк по-своему. Поэтому, конечно же, усадьба – это очень интересный музей, но все литературные музеи, они по-своему и очаровательные, и глубокие, и интересные. Ну что ж, удачи вам 25 мая на усадебном празднике Веневи-Арт, о котором мы сегодня говорили. И спасибо за интересную историю. Это была программа «Вечер вместе». Спасибо и вам, что были с нами. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!